В народе говорят, что на то, как горит огонь, можно смотреть бесконечно. Вот только если его пламя не охватило твой дом. Во все времена огонь был и остается беспощадным врагом, который может смести на своем пути целые города. И чтобы этого не случилось, на помощь приходят пожарные. В числе огнеборцев почетное место занимают и ветераны этой службы. И вот в честь праздника они собрались все вместе, чтобы вспомнить былые годы. Собираемся мы в нашем музее очень довольно-таки часто. И по праздникам, и в будни. Это жизнь нашей ветеранской организации. На самом деле назвать присутствующих в музее ветеранами язык не поворачивается. Влюбленные в жизнь богатые энергии. Они стараются все в этой жизни делать вместе, отдыхать и работать. За их плечами богатый жизненный опыт, которым они с удовольствием делятся с окружающими. У нас две-три встречи со школьниками, с молодыми сотрудниками. Мы постоянно бывают, приглашаем ветеранов рассказать, как раньше в наше время это все было и как сейчас. Ну, конечно, разница большая. Безусловно, с годами меняется техническое оснащение, появляются новые технологии тушения. Но неизменным остается одно – люди, бескорыстно преданные своему делу. В пожарной охране много традиций, которые не писаны. Допустим, многие вещи с пожарной суверной. Нельзя говорить, допустим, когда уходишь счастливо, потому что это обязательно значит пожар. Там такие вот вещи, допустим, пожелания таких сухих рукавов. То есть это значит, чтобы не было пожаров. То есть меньше пожаров и так далее. Вот эти традиции, они остались, они будут, никуда не денутся, они передаются из поколения в поколение. Ну и как бы пожарная охрана, она задерживает только тех, то есть остаются только те, которые действительно преданные. Во все времена наравне с мужчинами свою службу в пожарной охране несли и женщины. Им приходилось не просто сидеть в кабинетах, отвечать на звонки, но и выезжать вместе со звеньями на происшествия. Высокие человеческие какие-то моральные качества должны быть обязательно, потому что мы идем на спасение людей, порой жертвуя своей жизни. Потому что когда я была на должностях, то приходилось и на пожары выезжать, и я видела, как работают ребята. Здесь настоящие ребята, настоящие мужики, которые выручат тебя в любой момент. Делиться воспоминаниями о былой службе эти люди могут часами. Тем более, когда все вокруг них в музее помогает им окунуться в былые годы. Виктория Спицына, Василий Лобухов, Ленинск ТВ